Огромный привет всем счастливым хозяюшкам! Сегодня у меня немного необычная тема видео. Сегодня я хочу поделиться с вами радостью. Ровно три года назад я выложила на YouTube свое первое видео. Сегодня исполнилось три года со дня основания моего канала. И эта тема для меня очень важна, и этот период в жизни для меня очень значим. И даже один год и два года, это было не так круто, как три года на YouTube. Вы знаете, что я в последних роликах очень много внимания уделяла этому трехлетию. Но я даже не знаю, как вам объяснить, насколько это для меня важно. Я очень рада, что три года назад я взяла в руки камеру и все-таки что-то записала. Не побоялась выложить это в интернет, не побоялась открыть к этому доступ. И я на самом деле счастлива, что я обрела множество друзей из разных стран, из разных городов по всему миру. И вы не представляете себе, насколько это круто. И я думаю, что те девчонки и мальчишки, возможно, которые снимают видео, меня в чем-то понимают. И три года на YouTube, да, это стаж, наверное. Я, наверное, не смогу полностью выразить все свои эмоции, которые меня переполняют. Но я вам могу сказать, что та скромная, тихая, забитая девочка из маленького города, о которой никто никогда не знал, с которой никто не здоровался никогда на улице, она стала другой. И за три года я действительно стала другой. И я стала другой именно благодаря YouTube. Я понимаю это на 100%. Только YouTube смог изменить меня в ту лучшую сторону, которую я сейчас вижу в себе. И YouTube открыл передо мной множество возможностей, много разных дорог. И я сейчас осознаю, что я совершенно-совершенно другой человек, и меня это радует. И все это благодаря вам, благодаря моим зрителям, благодаря тому, что вы смотрите меня, комментируете меня, даете мне какие-то советы. В общем, я счастлива, спасибо вам, я очень вас люблю. И сейчас хочу просто дать слово некоторым девочкам, которые прислали мне свои видеосюжеты, я очень им за это благодарна. Они расскажут вам о том, как они внедрили систему FlyLady в свою жизнь, так как все-таки система FlyLady является ключевой темой на моем канале. И благодаря девочкам я поняла, что все эти три года, которые я снимаю видео, я делаю это не напрасно, я делаю это не зря, и я кому-то помогаю, мне это очень приятно. Так что да, смотрите видео девчонок. И, кстати, да, хочу вам сказать, хочу вас попросить поменьше критики, пожалуйста, потому что сегодня все-таки видео такое, ну, такое радостное, да. Потому что она ни к чему не обязывает, никого, ничему не учит. И некоторые девочки первый раз в жизни взяли в руки камеру и что-то на нее сказали, и решились выложить это в интернет. И поверьте мне, это очень страшно, это очень и очень страшно. Поэтому побольше лайков, нам будет очень приятно. Да, все, наверное, благодарю всех за внимание, и смотрите видеоролики девчонок. Всем пока. Ирина, добрый день. Для начала хочу сказать вам спасибо за то, что мотивировали меня на съемку видео. Мне очень давно было интересно попробовать. Но как-то я все откладывала на завтра, на послезавтра, не могла собраться, просто сесть и сделать. С системой FlyLady я познакомилась достаточно давно, но отношения у меня с ней сразу не сложились. Вроде я все делала, как писали на форумах. Я каждый день мыла раковину, я одевала обязательно ботинки перед уборкой, шнуровала их там на 33 дырочки. Я засекала на таймере себе 15 минут. Упс, ровно по таймеру я убиралась. Но одну вещь я упускала из виду. Только благодаря вашим видео я поняла всю ценность планирования. Казалось бы, вот что можно планировать в уборке? Ну вот видишь грязно, возьми и уберись. Но видишь одно, другое, хватаешься за одно, за другое, за пятое, за десятое. А домашняя работа, она не заканчивается. И когда ты доделываешь десятое, первое уже опять пора переделывать. А планирование, оно экономит не только время, не только силы. Оно позволяет поддерживать какой-то оптимальный уровень чистоты в доме. Я не домохозяйка, я работаю полный рабочий день. Соответственно, дома я провожу мало времени. Не хотелось бы его проводить с тазиками, швабрами и тряпками. Я организовала уборку таким образом. Я выделила день, составила план уборки на год, выписала абсолютно все дела по всем комнатам, от карнизов до плинтусов. Поделила все эти дела по регулярности, на ежедневные, еженедельные, на те, которые можно делать только при генеральной уборке. И теперь я, конечно, не тот человек, который каждый день все четко делает по списку. Но даже если что-то по списку я не делаю, я всегда знаю, за что мне браться. Я всегда знаю, что именно нужно делать, в каком порядке. И уборка больше не вызывает у меня панику. Моя жизнь значительно улучшилась. Ирина, я хочу сказать спасибо за все ваши видео. Не только про уборку. Мне также помогли ваши видео и о финансах. И даже покупки еды помогли мне немножко оптимизировать свою жизнь. Большое спасибо за то, что вы делаете. И всем рекомендую систему FlyLady. Привет, Ира! Меня зовут Алина. Я из Беларуси, город Минск. Поздравляю тебя и твой канал с днем его рождения, с маленьким юбилеем. Желаю дальнейших успехов в его процветании и в твоих задумках, которые ты себе запланировала. Хочу сказать тебе огромное спасибо за ту мотивацию, которую ты мне когда-то подарила. С того момента, как я начала смотреть твой канал, вот скоро будет уже год, очень многое поменялось в моем доме и у меня лично. За это время я открыла тоже свой канал о ведении домашнего хозяйства и своей жизни. Мой дом сейчас сверкает, блестит и везде порядок. Это все благодаря тебе и твоей мотивации. Спасибо тебе большое за это. И сейчас я покажу несколько кусочков. Всем привет! Меня зовут Вера и я мама троих детей. И для того, чтобы все успевать, мне просто необходима какая-то система. И я выбрала FlyLady. Но, естественно, все из FlyLady я не могу взять, потому что я живу в частном доме и планирование по зонам не для меня. По крайней мере, то, которое предлагает Марла. Из списков у меня список продуктов и список блюд, которые я могу готовить. Островок чистоты это раковина, но не на кухне, а в ванной комнате. Вот она. Еще немного хочу рассказать о канале Счастливая хозяйка. Смотрю я его примерно год. И для себя я открыла систему организации. Всякие контейнеры, коробочки. Теперь у меня тоже все в доме организовано. Еще мне нравится складывание вещей. Ребром, вот так. Вот обычно у меня раньше все стояло стопочками. Также я приветствую принцип дела и хотя бы одно дело в день. Контрольного журнала у меня нет. У меня нет планов на день, потому что с тремя детьми они могут меняться, отличаться. Я не перфекционист и могу прекрасно лечь спать с ним этой посудой. Поэтому раковина на кухне у меня не так блестит, как хотелось бы. Но я буду к этому стремиться. Большое спасибо Ирине за ее канал. Мне очень приятно ее смотреть, ее советы. Она просто большая молодец. Я думаю, что она многим помогла и еще поможет. Еще у меня есть три главных помощника по хозяйству. Это пылесос. Это парогенератор Керхер. И это мультиварка. Без них я просто не представляю своей жизни. Спасибо им большое за то, что они есть. И еще спасибо Ирине Саковых за то, что я просто теперь блещу энергией и хочу снимать. Я стала вести свой канал на YouTube. В общем, поздравляю с днем рождения. И всем пока-пока. Всем привет. Меня зовут Елена. Я из города Аткарска. О системе FlyLady я узнала из интернета. Как-то раз, где-то приблизительно три года назад, я сидела и думала, как же сделать так, чтобы моя жизнь была лучше. Чтобы уборка в ней не превращалась в каждодневную нелюбимую работу. И тогда я увидела информацию о системе FlyLady. Я сразу же пошла и начистила свою раковину до блеска, как было сказано. И мне это очень понравилось, когда моя раковина сияла. Что изменилось в моей жизни, с помощью системы FlyLady мой дом стал намного чище. Мне стало здесь намного комфортнее и приятнее. На работу в зоне я трачу всего 15 минут. И мне это очень нравится. Многое в системе FlyLady у меня не прижилось. У меня не прижилась обувь, которую я просто не могу носить. У меня также не прижилось начищение раковины каждый день до блеска. Я просто вытираю ее сухой тряпочкой. Также не прижилось у меня час благословения дома. Это ежедневная, еженедельная уборка по пятницам. Для меня это было очень сложно, хотя больше года я это выполняла. А потом я перестроила систему под себя. И всем желаю перестраивать систему под себя, чтобы вам было удобнее. Еще я разработала такое место, которое называется анти-хотспот. Это центральное место в доме. Когда я куда-то иду, я захватываю все вещи, которые мне нужно переместить в другие места или в другие комнаты. И оставляю на этом анти-хотспоте. Когда я иду в ту комнату, в которую нужно отнести какие-то вещи, я их забираю с собой. И мой анти-хотспот всегда чистый. Сейчас вы можете видеть мой островок чистоты, на котором я оставляю те вещи, которые мне нужно куда-то перенести. И впоследствии их разношу по местам. Это центральное место в нашей квартире. Хочу поздравить с трехлетием канала Ирины. Мне очень нравится ее канал. Я его всегда смотрю. Меня очень вдохновляет ее видео. Спасибо ей за такую прекрасную работу. Всем желаю хорошего дня и отличного настроения. Всем пока. Всем привет. Поздравляю Ирину с трехлетием ее канала. О канале Ирины я узнала примерно год назад. И я начала смотреть прям все ее видео подряд. Мне очень понравилось. О системе Флоледи узнала уже очень давно, где-то в 2008 году. Есть у меня одно местечко. Это ванная, где я каждый день протираю раковину, зеркало и туалет. Каждое утро так приятно туда заходить, что все блестит. Это уже вошло настолько в привычку, что это уже делается просто на автомате. Система Флай Леди – это нечто невероятное. Представляете, если следовать ей, то дома всегда порядок. Я не совсем следую заданиям Ирины. Есть своя группа ВКонтакте, где у меня тоже свои определенные задания в определенные дни, что позволяет контролировать не только уборку, но и другие сферы жизни. Смотрю и жду с нетерпением новые видео. И всегда, всегда мне интересно наблюдать, особенно видео про канцтовары. Еще раз поздравляю Ирину с трехлетием канала. Тебе желаю просветания, успехов, новых видео, новых идей и исполнения твоих всех планов. Ну и, конечно же, обязательно отдохнуть на море в ближайшее время. Удачи тебе! Всем привет! Меня зовут Оксана. Я из Московской области. И в этом видео я хочу рассказать вам, как система Флай Леди ворвалась в мою жизнь. Да, именно ворвалась. Это как в темной комнате. Ищешь выход, не можешь найти, и вдруг дверь открывается, и шквал чистого, свежего, морозного воздуха. Именно таким был приход в эту систему. Мой приход. После родов, больниц, переживаний, бессонных ночей, сейчас моему сыну уже полтора годика, я поняла, что что-то не так. Убираюсь, готовлю, вроде все делаю, но какой-то хаос, что-то бессистемно. И тут мне понравилось слово «система». Да, наверное, это то, что мне нужно. Набрала в интернете «Жить по системе». И вышло видео Ирины Соковой. Начала смотреть просто в захлёб. И поняла, это то, что я искала. Сначала выделила для себя зоны. Далее написала вечерние и дневные рутины. Так как я ещё работаю, пришлось всё делать под себя, немножко изменить. Но потом поняла, через месяц, что это работает. Далее пошёл контрольный журнал, меню, ежедневник. С момента, когда я узнала о системе, прошло полгода. Изменилась ли моя жизнь? Да, и я считаю, что сейчас я живу правильно. Что значит жить правильно? Это жизнь спланированная, продуманная, без обралов, без резких перемен. У меня появилось время на друзей, на семью, на хобби. И, кстати, благодаря этой системе я похудела, потому что у меня появилось время для того, чтобы готовить и семье, и себе отдельно. Я кладу вещи заранее, готовлю гардероб на неделю. У меня чистота и уют. Эта система учит нас не только уборки и как правильно чистить раковины, она учит нас полюбить себя. И огромное спасибо хочу сказать Ирине за её захватывающее видео, за её трактовку системы, потому что благодаря ей началось моё преображение. И по праву могу сказать спасибо, мой учитель, и пожелать процветания твоему каналу. Привет, мои хорошие девчоночки! Передаю вам привет из Ростовской области. Меня зовут Ира, я молодая мама и видеоблогер. Хочу сказать, что с системой FlyLady я познакомилась именно благодаря Ире Саковых. Когда у меня родился ребёнок, я поняла, что я ничего не успеваю, столкнулась с вот этим хаосом. И благодаря видео Ире, благодаря этой системе FlyLady я вырабатываю, до сих пор вырабатываю в себе организованность и стремлюсь сделать свою жизнь лучше и свою квартиру чище. Последнее для меня оказалось достаточно сложным, потому что, как я уже сказала, у меня на тот момент был ещё крохотный ребёнок. Сейчас он, конечно, уже постарше, и уборка с ним занимает меньше времени. Но также у меня есть ещё и собака. А у собаки, как всем известно, два раза в год бывает линька. И в этот момент, именно в этот период, я не знаю, что делать. И первое время я просто сходила с ума, потому что шерсть была повсюду. Но потом я поняла, что перфекционизм — это слишком-слишком плохо. Поэтому всем начинающим FlyLady я хочу пожелать, избавьтесь от перфекционизма, делайте по чуть-чуть, понемножечку, маленькими шагами, и не смотрите на большие такие объёмы. Делайте понемножку, и в итоге у вас получится очень-очень много. Если мы не будем ничего разбрасывать, если у нас у каждой вещи будет своё место, и мы будем любить свой дом, то, в принципе, наверное, это самая-самая основа, фундамент системы FlyLady. И это первое, что нужно себе привить, на мой взгляд. Хочу сказать большое спасибо Иришке за её авторскую разработку, внедрение системы FlyLady именно в российскую реальность, и ей лично, как человеку, за то, что она стимулирует многих людей на создание своих блогов, на создание чистоты и уюта в своём доме, на саморазвитие, на рост и счастье тебе, удачи твоему делу, твоему каналу, и счастье тебе и твоей семье. Так, девчоночки, я с вами передаю вам привет из Подмосковья. Меня зовут Арина, и я хочу передать отдельный привет Иришечке, потому что Бог любит троицу, и три замечательное числа, а она три года на Ютубе. И в системе FlyLady получается, что я тоже три года, потому что я узнала об этой системе именно из Иришкиных видео. И мы за это время, те, кто смотрит данные ролики, видим, видим, как Иришка становится более женственной, более внимательной матерью, более замечательной женой, более прекрасной хозяйкой, как она развивается. И мы желаем все, ну я в частности, чтобы... Идеал не достижим, чтобы она всегда двигалась вперёд, чтобы она наконец-то написала, дописала свою книгу и выучила английский, и Иришка, выучи английский, выучи английский, ха-ха-ха! Я тоже начала учить новый для себя язык. Ой, прошу прощения, не упалится. Вот. Новый для себя язык, это французский. Пока я только выучила транскрипцию, но всё впереди. Боже мой, надо не останавливаться. Снимаю на телефон, поэтому... Простите, если что. Вот. И это моя комната. Покажу вам мой уголочек чистоты. Вот, это как раз то, в чём я, в принципе, мало не понимаю. И это... Вообще это балкон. Вот. 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 И это... Боже мой. Это... Принадлежности для ремонта. Да. Я наконец-то тут разобралась. Так, более-менее. Вот. И... В принципе, я довольна. Потому что это вот единственное такое место было. По два вопроса, докуда я никак не могла добраться. И не знала даже, как разложить. Та-да-да. Боже мой. Сейчас вы меня застегите. Совсем не будет, да? Вот. Так что, дерзайте, девчонки. Присоединяйтесь к нам. У нас весело, хорошо и... Дружно. Всё, девчоночки. Люблю вас. Пока-пока. Всем привет. Меня зовут Марита. Я из Казахстана, город Ускаменогорск. У меня есть две прекрасные доченьки. Хочу начать с поздравлений. Отличная дата. Три года каналу. Желаю миллион подписчиков, тысячу лайков и огромное количество положительных комментариев. Замечательный канал. Очень положительный. Очень стимулирует на уборку и вообще на хорошее настроение. Спасибо Ирине огромное за её труд. Хочу сказать, что именно с этого канала у меня началась в моей жизни внедряться система FlyLady. Я начала придерживаться принципу «одно важное дело в день» и начала составлять кое-какие списки. Это списки покупок. Ещё для себя я открыла журнал «Огородника». Я начала вести этот журнальчик, так как у меня есть огород, и это действительно облегчило мой труд. Также я планирую небольшой список дел на целый день, либо на сегодня, либо на завтра. Это я выполняю утром, либо вечером. И это действительно намного облегчивает труд домохозяйки, особенно когда есть два маленьких ребёнка дома. Всем спасибо за внимание. Ещё раз поздравляю канал с такой хорошей датой. Всем спасибо. Всем пока. Я хотела бы вам показать свой островок чистоты. Это комодик с детскими вещами. Способ хранения вещей я подглядела у Ирины. И благодаря её видеоролику я уже на протяжении больше полугода детские вещи держу в порядке. Я всегда могу найти, где какая у меня вещица лежит. В общем, у меня здесь всегда порядок. Всем привет. Привет, Ирина. Я, наверное, десятый раз пишу уже это видео. Как вы это делаете? Это так сложно. Меня зовут Марина. Я живу в Днепропетровске. У меня трое деток. Несмотря на то, что у меня есть помощники по дому и помощники с детками, у меня есть няня и горничная, я хочу сказать, что это не стопроцентный признак того, что дома с детьми всё будет хорошо. Потому что посторонние люди не могут сделать мой дом приемлемым и уютным для меня. Только я могу навести здесь порядок, а посторонние люди могут только помогать мне его поддерживать. С системой FlyLady я познакомилась 3 месяца назад. И хотя не так много времени, я пока ещё не совсем закончила размусоривание. И работы ещё на самом деле очень много. Но у меня уже есть этот островок чистоты, который мне придаёт силы и вдохновение. Я его покажу. Это моя кухня. Я убрала с неё всё, что там стояло. Раньше там были разделочные доски, лебница, стойка с ножами, специи, соль, сахар. На этой трубе висели поварёшки, чашки. В общем, было очень много нужных вещей, которые совершенно создавали ощущение полнейшего беспорядка. Когда я всё с рабочей поверхности убрала, это просто была какая-то революция для меня. И я не знаю, в чём секрет этого места, но это так легко поддерживать теперь в порядке, как я здесь отдыхаю теперь. И я хочу сказать спасибо огромное девочкам, которые делятся в своих блогах. В первую очередь тебе, Ирина, я тебя нашла первую, и ты меня вдохновила на изменения, на то, что у меня теперь... Я думаю не о том, что у меня нет времени, нет силы, нет вообще желания что-то делать. Я думаю о том, сколько у меня всего впереди, хорошего, сколько я могу всего сделать и сколько всего я могу успеть. Всем привет! Привет! Системой FlyLady я полностью ей не пользуюсь и даже не пыталась внедрять её в свою жизнь, потому что я знаю, что меня это достанет просто через недели-две, и я в общем не буду даже это делать. Но я пользуюсь вот этим вот, уборка за 15 минут в доме, это очень-очень мне помогает, вручает меня. Просто иногда вот сядешь, начинаешь разбирать шкаф и сидишь, целый час перебираешь эти старые открытки, ещё какую-то фигню, и полдня прошло, ты ничего не сделал. А вот если за эти 15 минут, просто ты знаешь, что у тебя есть 15 минут, и ты должен успеть разобрать этот ящик, это в общем очень выручает. Я прям ставлю себе на кухонной плите таймер, и в общем быстро-быстро это всё успевает, даже у меня получается быстрее, чем проходит эти 15 минут. И также после канала Ирины Соковых я влюбилась в планирование, завела себе ежедневно, у меня он и до этого был, но сейчас я им пользуюсь активно каждый день, и после этого у меня вообще дела пошли полным ходом. Очень нравится планировать, все эти списки, это просто я обожаю. И вот такое мое мнение о системе FlyLady и планирование, спасибо вам за просмотр, пока-пока. Привет Ира, привет всем хозяюшкам, я мама двух маленьких деток, и я не приверженец системы FlyLady, тем не менее я считаю, что в этой системе много полезного и практичного. Лично я руководствуюсь несколькими правилами для поддержания порядка в доме. Первое правило, каждое утро я стараюсь вытирать пыль со всех выступающих поверхностей. Второе правило, я стараюсь вечером на ночь привести в порядок раковину в кухню и газовую поверхность, варочную поверхность плиты. Третье правило, это чистая сантехника в доме. Я стараюсь всегда следить за этим, чтобы раковины, туалет, ванна были чистыми, это очень важно. Четвертое правило, я стараюсь сразу же убирать используемые вещи и предметы на места их хранения, тем самым не создавая так называемые ход-споты. И приучаю к этому детей, муж тоже за собой следит. Пятое правило, один раз в месяц в своем ежедневнике-органайзере я прописываю дела на месяц, без указания даты. Как получится, так получится. То есть, например, помыть окна, постирать шторы, помыть двери и так далее. И, кстати, я провела небольшой эксперимент. В течение месяца мыла двери раза три, наверное. После мыла двери один раз в месяц или даже один раз в полтора месяца. И разницы я не увидела. А потому, зачем какие-то предметы мебели чистить чаще, чем это необходимо. И последнее мое правило, это организовать хранение вещей в доме таким образом, чтобы ими было комфортно пользоваться и удобно за ними ухаживать. Это и все были мои правила. Я вам всем желаю порядка в доме. Ну а Ире желаю развития канала и новых достижений. Пока! Привет всем зрителям канала Ирины Саковых. Меня зовут Наталья Романенко. Я художник, преподаватель рисования для детей с трех лет. Также я молодая мама в декрете и видеоблогер. Канал Ирины Саковых. Это первый канал, который я смотрела на ютубе. Ирина Саковых открыла для меня систему FlyLady. После этого я стала изучать эту систему и кое-что взяла для себя и кое-что отложила. Итак, что я взяла для себя? Я использую утренние и вечерние ритуалы. Мне очень нравится главный принцип системы. Сделай хоть что-то. Это лучше, чем совсем ничего. Особенно это актуально для молодых мам. Отсутствие перфекционизма также мне очень-очень по душе здесь. Далее мне очень нравится система авральной уборки FlyLady. И я просто обожаю списки, планы, таблички и контрольный журнал, конечно же, который у меня называется планировщиком домашних заданий. Что касается моего изменения системы под себя, то я, во-первых, не ношу обувь дома. Также я распределила все дела, которые нужно делать по дням недели. Я не делаю неделю, посвященную определенной зоне, а я посвящаю зоне определенный день недели. Потому что, ну, не такие у нас большие дома, как у американцев. Система FlyLady в таком переделанном под себя виде помогает мне поддерживать мой дом в приемлемом уровне чистоты, чтобы меня ничего не разряжало. И чтобы я, в общем-то, всегда, в принципе, была готова к приему гостей. И все это благодаря системе FlyLady. И, конечно, Ирине Соковых. Кстати, замечательная идея, Ирина, я поддерживаю. Спасибо большое за твой труд, Ирина. Что касается островка чистоты, это у меня раковина и плита. Плиту я вытираю просто как маньяк. И капельки на раковине тоже я их очень не люблю. И вытираю тоже очень-очень часто. Итак, спасибо большое за внимание. Пока! Здравствуйте, Ирина. И поздравляю вас с днем рождения вашего замечательного канала. Желаю вам успехов и процветания. Система FlyLady дала мне возможность полюбить домашние дела. Главным для меня стали это 15-минутные дела, контрольный журнал и островки чистоты. Сейчас я вам их покажу. Мой островок чистоты это чистый пол. Ну и конечно же раковина. Спасибо за такой замечательный канал!